В эфире телестудия Карачаганак, с вами Нургуль Тобышева. Здравствуйте! Сегодня мы предлагаем вам итоговый выпуск новостей. В Оксай состоялось открытие нового многоэтажного дома в микрорайоне Карачаганак-1. Счастливыми новоселами стали очередники и вкладчики жилстрой Сбербанка. На церемонии открытия дома новоселам вручал ключи от новых долгожданных квартир лично Акимрайона Алдер-Халелов. Отсутствие крыши над головой, когда приходится мыкаться по съемным квартирам и отдавать за это порой большую часть своей заработной платы, ситуация известная многим. Но, к счастью, и у этой проблемы есть выход и решение. Например, благодаря различным госпрограммам. Так известно, что с появлением программы Жилстрой Сбербанка многие предпочли воспользоваться ею. Каждый месяц они откладывали определенные суммы на свой счет в Жилстрой Сбербанка и терпеливо ждали своей очереди на получение жилья. И вот в минувшую субботу, 15 октября, в Аксайе состоялось открытие нового многоквартирного дома. Девятиэтажный 144-квартирный дом в микрорайоне Карачаганак-1 уже полностью готов к заселению вкладчиков Жилстрой Сбербанка Казахстана. Ключи от квартир получили те семи, которые оформили кредитные займы в банке. Это 37 человек. Поздравить новоселов приехал глава района Алдер-Халелов. За 25 лет независимости мы стали свидетелями множества изменений. Например, оснащение природным газом сельских округлов, ремонт зданий образовательных учреждений. А вот сегодня открылась дорога Аксай-Бурлин. До этого открылись детские сады в Аксайе на 320 мест и в селе Бурлина на 340 мест. Был произведен ремонт в спортивном комплексе Аксай. Все эти достижения благодаря нашей совместной работе. Поздравляю всех новоселов. Далее Алдер Санцезбаевич лично вручил ключи от квартир счастливым ее обладателям, вкладчикам Жилстрой Сбербанка и 62 очередникам из таких категорий граждан, как бюджетники, госслужащие, социально уязвимые слои населения, неполные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Ажгалеев Гумар Сагидулиевич, преподаватель физической культуры средней и общеобразовательной школы номер 3 города Аксай. Обладатели нового жилья не скрывали своей радости и, пользуясь случаем, выразили искреннюю благодарность за подобную поддержку. Сегодня очень радостный день. Получили квартиру. Спасибо Акиму района, спасибо государству за поддержку. Всех поздравляю с 25-летними зависимости. Желаю всего наилучшего. Этот день запомнится и молодой семье Гопаровых, ведь в этот день их в новой квартире посетил Аким района Алдиархалелов. Поздравив их с новосельем, он пожелал им счастливой семейной жизни. Хозяева дома, в свою очередь, отметили, что для них это огромная поддержка со стороны государства. Мы очень счастливы, что получили квартиру. Еще с 2007 года я работаю тренером в районе. 9 лет я ждал этого момента. Большое спасибо государству за поддержку и возможности, которые оно нам дает. К слову, оставшиеся 45 квартир также будут распределены между очередниками. Нургуль Тобышева, Арман Хусаинов, Ереман Хазыбаев. Телестудия Корочеганак. Глава района Алдиархалелов встретился с жителями сел Караганда и Кентубек. В ходе встречи он выслышал жалобы и предложения сельчан. Ответил на интересующие их вопросы и поставил перед Акимами сельских округов новые задачи. Подробности в сюжете. Первый сельский округ, который посетил Алдиарсен Сызбаевич со своей командой на этот день, был Карагандинский сельский округ. Это село расположено от районного центра города Ахсай в 45 километрах. В селе имеются газ, вода и свет. Но нет хорошей дороги. Численность населения здесь составляет 613 человек. Из них трудоспособных 322 человека. Показатель рождаемости в селе оставляет желать лучшего. Как отметил глава района Алдиархалелов, это говорит о том, что в селе не будет перспектив. В селе также медицинское учреждение. И, как отметил на встрече с главой района жителей округа, в нем трудятся три медработника. И, по словам сельчан, они очень медленно выполняют свою работу. Я хотела сказать, что большое спасибо, что он приехал, разобрался. Дорогу открыли нам, дорогу нам открыли. Но дорога на протяжении вот этого июля, августа, сентября, октября, около Дома культуры она. Ее даже место даже у нас ни разу не прочистило. Второе, я хотела бы обратить внимание, конечно, вы сейчас увидели дорогу. Мы с самой зимы дорогой этой не пользуемся, там невозможно. Уже с весны никто не мог проехать зиму. Мы чистили только на собрании на дворе весь и прочистили, и все. Больше их дорогу никто не чистил. Поэтому корреспонденты знают, они к нам в январе даже не могли проехать. Страшно даже, вот с детьми едут, дети едут. Даже не приезжают дети, потому что им невозможно приехать. Нам автобусы у нас, вот сейчас я слагаю автобус, автобусы у нас, если я уеду, как вот, в пятницу я не могу. Я к вам могу только уехать в Оксане в субботу утром, и в понедельник утром я уже вернусь сюда. Потому что в пятницу к нам приходит автобус вечером, в субботу, воскресенье. От нас только в субботу, воскресенье и в понедельник. Все. И это в рабочие дни мы не можем к вам попасть, например, на автобусе. Мы не можем в больницу попасть в рабочие дни. Мы только тогда уезжаем. Потому что в понедельник, а вернемся в пятницу, в субботу. Вот так, если пользуется автобусом. Если я заболела, ну пусть не болею, пусть я заболела, пришла в больницу, надо по часовому фельдшеру взять у нас, ну, поехать ей со мной в Оксане, ну, без меня, взять там направление, привезти мне его, потом я должна только ехать на прием, понимаете? Это что такое? А она должна уехать, а завтра пришел, а что, Кургеныч там, или еще кто-то, еще. И она должна ездить за этим направлением. Почему нет возможности, фельдшер не может сама дать направление. Оказывается, выяснило, потому что надо через компьютер. А у нас здесь нет интернета. И поэтому за каждым направлением, медоработник, не обслуживание на этой поселении, ездит в Оксане. Также жители Карагандинского сельского округа добавили, что у них не хватает специалистов. А также они не имеют возможности добираться до районного центра из-за плохого обслуживания маршрута. Из-за проблем с дорогой молодежь не хочет оставаться в селе и уезжает на заработки в другие сельские округа или в город. Также они пожаловались на слабую скорость интернета, что создает трудности в работе учителей, медицинских сестер и работников Акимата, на что глава района ответил. А вы, говорят, вперед ушли. Да, действительно. Есть некоторые моменты, да, нам надо доработать. Доработать надо. Опять же, вы поймите, то, что, например, Аким районный за всех берет ходить, чтобы улицы там кирпиш убирали. Для чего тогда Аким? Я не понимаю. Для чего общественность? Для чего вы не собираетесь? Почему не обсуждаете? Почему не объединяетесь? Что вам надо организовать? Как выходить из этой ситуации? Ну, выжили всю жизнь вот так, все сделали, если честно говоря. Вот дальше, например, выжидался, сельскохозяйство поднять. Из селя жить можно, можно заработать, красиво можно жить. А то все такое впечатление, вот город, только в городе хорошо, а сельскохозяйства нет. И все, и воду провести можно, и сам в городе, все можно сделать здесь. И не хуже города можно жить. И у вас, единственное, такое преимущество будет, свежая вода. И огород, пожалуйста. Ответив нам поступившие вопросы, Алдиар Халелов предложил жителям Карагандинского сельского округа развивать сельское хозяйство и выбрать свое направление. А развивать его до такого уровня, чтобы 38-тысячное население города Аксай могло увидеть на прилавках супермаркетов местную натуральную продукцию. Слова главы района поддержала депутат районного мыслихата Надежда Молчанова. Приятно, когда люди, живя в своем поселке, любят то место, где они живут. Конечно, в КПУ устроиться нельзя. Правильно наш Аким сказал, и наш Назарбаев тоже говорит, что газ он сегодня есть, а вот завтра будет и он. Применно там где-то, это я о дороге говорю. Я уже сказала нашему многоуважаемому Акиму, что нам нужно идти параллельно. Это дорога, и для того, чтобы процветали все селы и колхозы, нужно именно вот правильное направление развивать. Опять же, как развивать? Я вот тут такие данные у меня, я искала и давно записывала, нашла. Значит, я примерно где-то посчитала, процентов 15 пришло от общей численности на собрание. То есть, если 15 прошло, то это большая часть не пришла. Мне бы хотелось поговорить с предпринимателем. Да, вот у нас 140 пенсионеров, и я вижу, они очень энергичные. Вчера я была в магазине, мне нужно было купить десяток яиц. Десяток яиц 400 тенге стоит. 400 тенге! Здесь вольные поля, здесь вольные хлеба. Давайте возрождать. Я как-то взяла эту информацию у вашего, у меня Акима, чтобы знать примерно какой-то расклад. Сегодня здесь, я не могу не сказать, ну давайте развивать. Ну каждый же что-то может, кто-то на самом деле перенести, вот кучу мусора организовать. Да, для этого нужна вперед идея, и нужно тот, кто поддержит. Так завершилась встреча главы района Алдяра Халелова с жителями Карагандинского сельского округа. Акиму сельского округа, Достану Ахмамбетову, было дано задание до следующего приезда главы района создать кооператив и, обсудив сельчанами, выбрать свое направление развития сельского хозяйства и предпринимательства в округе. Далее путь главы района Алдяра Халелова и его командой, в числе которых были заместители Акима Бурлинского района Жанабай Каналин, представители отделов образования, предпринимательства, ЖКХ, правоохранительных органов и депутаты, лежал в Кентубехский сельский округ. В этом округе проживают 1057 человек. Здесь активно развивается сельское хозяйство. По голове скота на 2016 год составило 799 голов, в частных подворьях и 871 голова у крестьянских хозяйств, а их в сельском округе 19. Также здесь действует 6 магазинов – школа, детсад, медучреждение, дом культуры и библиотека. По словам жильцов, главными проблемами в селе являются дороги и отсутствие технической воды. Еще жители предложили открыть в селе детский сад. По словам главы района Алдяра Халелова, вопрос дороги уже решен. Подрачная кампания по вопросу ремонта дорог уже начнет свою работу. Открытие детского сада в селе также предусмотрено. В настоящее время готовятся необходимые документы. Строительные работы планируются начать в следующем году, сказал Алдяр Санзабаевич. Помимо этого, жители жаловались на плохую телефонную связь и медленно работающий интернет. Выслушав жителей, глава района поручил Акиму Кентубекского сельского округа также развивать сельское хозяйство и все имеющие проблемы решать сообща. Джодрак Ужахметова, Александр Овчинников, Фалтенбек и Сагалиев. Телестудия «Городжиганак». Как мы сообщали ранее, ресурсным центром по работе с молодежью Бурлинского района был открыт благотворительный магазин «Айала». На днях наша съемочная группа побывала в этом магазине и встретилась с ее представителями, чтобы узнать, какая работа была проведена с момента открытия «Айала» и какая работа проводится в рамках месячника «Милосердие». Как мы узнали на месте, с момента открытия магазина была оказана помощь 139 семьям. Местные предприниматели и неравнодушные жители спешат помогать, чем могут, а активисты успевают все отдавать нуждающимся семьям. Подробности далее. Напомним, в рамках областного проекта «100 конкретных дел» ресурсный центр по работе с молодежью Бурлинского района 6 июня этого года в Оксайе открыл благотворительный магазин «Айала». Активисты района тогда отмечали, что наконец смогут помогать нуждающимся жителям района одеждой, продуктами и, в общем, предметами первой необходимости чаще. Как проходит их благое начинание, таким вопросом задалась наша съемочная группа и побывала в благотворительном магазине. Магазин «Айала» находится в 12-м доме 10-го микрорайона. Он работает по понедельникам, средам и пятницам. С момента открытия была оказана помощь 139 семьям. Список людей, которым нужна помощь, молодежная организация предоставляет отдел занятостей и социальных программ района. А всю одежду, продукты и домашнюю утварь в магазин привозят индивидуальные предприниматели и просто неравнодушные местные жители. Я сюда, в этот магазин, принес пазлы старые оставшиеся, потом одежду немножко, но больше пазлы. Каждый человек должен помогать друг другу. Как говорят активисты ресурсного центра, порой к ним в магазин привозят крупную бытовую технику. То есть принимают в магазин они все, что необходимо для нуждающихся людей. Вообще мы оказываем любую гуманитарную помощь, в зависимости, если у нас есть спонсоры. Естественно, мы помогаем и бытовыми техниками, и бытовые предметы, как шкафы, матрасы и так далее. Конечно же, больше еще оказываем продуктами и питаниями для нуждающихся семей, ну и другими предметами и вещами. И все это благодаря местным предпринимателям, жителям города и района, которые непосредственно оказывают помощь для нуждающихся людей. Хотелось бы выразить от имени ресурсного центра по работе с молодежью Бурлинского района огромную благодарность всем жителям города и района, а также всем предпринимателям, которые непосредственно оказали нам поддержку. На момент нашего прибытия в магазине были люди, которым посчастливилось получить в подарок коляску, детский велосипед и одежду. По их словам, это большая для них помощь. Это хорошо, что открылся этот магазин. Здесь можно получить то, что нужно людям. И спасибо людям, которые отзываются, которые влаживают, помогают этому магазину. Стоит отметить, что магазин Айяла действует только в благотворительных целях, то есть принимая от горожан одежду и бытовые принадлежности в дар, они также в дар передают их нуждающимся из категории социально уязвимых слоев населения. Здесь ничего не покупается и не продается. Нургуль Топышева, Дастан Сахтаган, Алтымбек и Сагалиев, телестудия «Карачаганак». В рамках месячника «Милосердие» 18 октября профсоюз работников здравоохранения и руководства Бурлинской центральной районной больницы организовали обед, в ходе которого за Дестерханом встретились ветераны медицинского труда, почетные граждане района, внесшие значимую лепту в развитие здравоохранения и в целом Бурлинского района. Встреча традиционно состоялась в ресторане «Нурай». Уровень культурного развития любого общества в первую очередь определяет внимание и реальная забота о пожилых людях. Проявление по отношению к ним уважения и почтения является в нашей стране неотъемливой частью духовной жизни. Работники медицины не раз доказывали эти слова делом. И если на прошлой неделе они совершали обход ветеранов труда и войны работников здравоохранения, то уже на этой, а точнее 18 октября, организовали встречи для всех, кто работал в медицине и ушел на заслуженный отдых. Честование традиционно состоялось в ресторане «Нурай», куда были приглашены порядка 70 пенсионеров, так или иначе связанных с медициной. Открыть данное мероприятие и первым поздравить всех собравшихся выпала честь председателю правкома районной больницы Алиб Бектурганову. Дорогие наши ветераны здравоохранения, очень рад вашему присутствию. Еще, думаю, еще придут, потому что неделю назад мы по телевидению давали объявление, что все присутствовали. Садают вопросы. Я работал, говорит, в железнодорожной больнице, я работал, говорит, в школе, я работала в детском саду санитаркой на образование медик. Я говорю, это не только Булининская районная больница, вы все наши ветераны здравоохранения района. Поэтому мы очень рады. Сегодняшний десерт для вас веселитесь, поздравлять будем друг друга, сегодня пообщаться можно. Алиман Жанович также был очень рад тому факту, что, несмотря на прохладную погоду, из приглашенных 70 ветеранов мероприятие поселили порядка 50 человек. Гости праздника собрались за столами и стали делиться воспоминаниями прожитых лет. Многие сетовали на не менее возможности чаще встречаться со своими бывшими коллегами, так как жизнь разбросала их по дальним округам. Далее в слово взял директор Булининской центральной районной больницы Жумабек Шахиев, который отметил, что встречи с ветеранами не должны быть только раз в году. Они постараются проводить их чаще. Наши ветераны, ветераны нашей медицинской отрасли, разрешите в этот знаменательный день, в этот месяц милосердия поздравить вас с таким хорошим праздником в нашей стране, когда все люди оказывают почести, внимание своим ветеранам, каждый в своей сфере. И давайте не будем ограничиваться только одним месяцем в году. Мы всегда вас помним, знаем, какую заслугу вы имеете, какую большую лепту внесли в становление, развитие и процветание нашей Булининской больницы, нашего здравоохранения. И я предлагаю не раз в году, Алиманджанович, а несколько раз в году отмечать, собирать наших замечательных ветеранов. Поздравляйте их с праздником, желать им здоровья, удачи и почаще видеть улыбки на их лицах. Медицина с каждым годом совершенствуется. Если сейчас в больницах тепло и есть освещение, то буквально 10 лет назад о таком только мечтали. Прошли те времена, когда испытывали дефицит с бинтами и воду кипятили на плите. О том, как сильно изменились трудовые будни, нам рассказал ветеран медицинского труда, отличник здравоохранения, почетный гражданин Бурлинского района, майор медицинской службы, некогда главврач района, завхирургического отделения, нейрохирург, онколог, травматолог, ортобед, ныне действующий хирург клиники «Медикер» Растанов Саин Сатанович. Когда я приехал в эту больницу, прошло уже 38 лет, конечно, мы работали в очень тяжелых условиях, было холодно, бывало и света нет, снимали аккумуляторы из машин, оперировали я как хирург. Ну, сейчас, конечно, условия для врача, для медика, это абсолютно прекрасные, везде чистота, порядок, везде компьютеризация. Если вот так вот подумать, за 38 лет, конечно, многое изменилось. Я работал, был у меня учитель, арховик Иван Антонович, покойный. Вдвоем, как в белках колесе, крутились. День и ночь бывало оперировали, а сейчас работает экстренная хирургия. Если хирург днем проработал, то он уходит отдыхать, а тогда этого не было. Сейчас, конечно, условия отличные. К слову, на встречу также были приглашены и молодые специалисты, дабы в близком общении поговорить и перенять частичку опыта своих пожилых коллег. Правда, не все смогли присутствовать, так как ввели прием пациентов в больнице. Молодые специалисты продемонстрировали старшему поколению в виде танца одно из основных правил гигиены – мытье рук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА День проставил, как таблетка в стакане, я на вылет медсестричка пюранен, я в больницу пеку на свиданье и дышу, и не дышу по желанию. День проставил, как таблетка в стакане, проблема нехватки кадров. Опытные специалисты неумолимо приближались к пенсионному возрасту, а молодежь неохотно поступала в мединституты. После оригинального танца мы поговорили с молодыми работниками здравоохранения о том, что же сподвигло их выбрать эту профессию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во-первых, я не с детства, конечно, мечтала быть медработником. Это уже ко мне пришло, наверное, где-то 10-11 класс. Когда вообще, как бы, 11-классники сдают ЕНТ, да, как вы все знаете. С первого я выбрала вообще физику, думала, быть военным, тоже как бы востребованная профессия. Потом я выбрала биологию, это как мой любимый предмет. Поступила в медицинский кольж, об этом ни чуточки не жалею, потому что сейчас я работаю в центральной больнице у нас, в Бурлинском районе, участковая медсестра. Горжусь этим. Что еще сказать? Помогать людям, видеть их недовольные лица. Это для меня счастье. Особенно счастье видеть детей, наши будущие казахстанцы, здоровые дети наши. Я бы не сказала, что не сильно востребованная профессия, поскольку, по моему мнению, врачи – это такая работа, которая имеет жизненную необходимость. Где бы ни был врач, там можно быть спокойным, уверенным в том, что население будет здоровым. И эта работа, она всегда будет престижной. По моему мнению, врачи, учителя – это такая работа, которая везде нужна. И я в первую очередь задумалась не о том, как я буду, не о работе самой, а о том, что я буду спасать жизни людей, о том, что найти свое призвание в жизни. Как говорили ветераны здравоохранения, хороший врач набирается знаний не только в институте, но и продолжает обучаться на протяжении всей своей жизни. Преемственность поколения – одно из главных, что должно быть в работе хорошего специалиста. А именно опыт старшего поколения может помочь не совершить ошибку, которая может привести к печальным последствиям. Пользуются ли опытом старших, мы узнали у молодых специалистов. Конечно, безусловно, мы пытаемся добиваться всего сами, но при этом у старшего поколения, я думаю, что не нужно стесняться спрашивать о том, чего мы не знаем, потому что у них есть опыт, у них есть мудрость, и они знают, в какой ситуации нужно поступить. Так что они сами нас просят, нам говорят, спрашивайте у нас совет, если что-то вам непонятно кажется. Мне кажется, что это как бы необходимо. В любой работе, в зависимости от опыта, в любой работе с опытом все познается. Конечно, вообще, когда я устроилась на работу, я мечтала, чтобы у меня был очень опытный, умный профессионал своего дела, врач. И мне очень повезло своим врачом. Это Калиева Ихаша Пазловна, мой воп-врач, который с ним я сижу на приеме. Это вообще невероятный профессионал своего дела. От нее, то есть я учусь всему, она меня учит. Для меня, наверное, идеал даже она, наверное. Также у меня есть медсестры тоже, которые старше меня. У них я тоже беру опыт. Несмотря на то, что наш район пополнился молодыми и энергичными специалистами, проблемы нехватки кадров все еще имеют место быть. Также по тем или иным обстоятельствам остались работать и принимать больных те, кто уже должен был отправиться на заслуженный отдых. О кадровом вопросе в нашем районе подробно рассказал директор Бурлинской центральной районной больницы Жумабех Шахиев. Нет таких ключевых специалистов, как эндокринолога в нашей больнице. Нет врача-узиста, нет врача-нарколога. В этом отношении сейчас мы из своих кадров начинаем их переобучать. На данный момент сейчас они проходят переобучение. И на Новый год надеемся полностью закрыть кадровый голову. На сегодняшний день у нас работающие пенсионеры, порядка 14-15 человек работают. Это люди на пенсии, но мы в них нуждаемся. Они энергичные, работоспособные и очень опытные товарищи, которые передают вот как раз таки опыт молодому поколению. Жумабех Жидгерович поведал о том, какие специалисты прибыли в наш округ. В их числе 7 врачей общей практики. Долгожданный врач-стоматолог, хирург, врач-терапевт, педиатр-неонатолог и врач-статист-эпидемиолог. А также 16 средних медработников в составе медсестер и фельдшеров были приняты сразу после института. Андрей Просфиров, Достан Сахтаган, Алтембек Сагалиев, телестудия Корочеганак. Молодые педагоги района, ровесники независимости страны за чистый и красивый город. На днях и мы в черте города было высажено 25 саженцев деревьев. Акция эта была организована молодежными объединениями района и направлена на озеленение города. Мероприятие проходило в рамках 25-летия независимости Республики Казахстан. 25 ровесников независимости Казахстана 19 октября собрались в районе переезда по улице Советской, чтобы высадить 25 саженцев. Это мероприятие было организовано молодежными объединениями района в рамках 25-летия независимости Республики Казахстан. По инициативе отдела внутренней политики молодежные организации Акция Жастары, Тарлан, ресурсный центр по работе с молодежью объединились в честь 25-летия независимости Республики Казахстан и организовали такое мероприятие, направленное на улучшение благоустройства города. Молодые педагоги 1991 года рождения активно участвуют в высадке саженцев. Ими движет любовь к родному городу. Участники мероприятия по благоустройству и озеленению города рассказывали о своем стремлении сделать город красивее. Каждый по велению сердца и души хотел внести свой вклад в это дело. Сегодня мы ровесники независимости страны, не остаемся в стороне и всячески стараемся участвовать в различных мероприятиях района. Ведь красивый и чистый город нужен нам самим. Мы сами создаем для себя лучшие условия. Хотелось бы, чтобы активистов было больше. Тогда так или иначе мы добьемся улучшения благосостояния района. Стоит отметить, что молодежь в этот день не ограничилась посадкой деревьев. После они отправились в село Бумаколь, где организовали спортивные мероприятия. Нургуль Тобышева, Достан Сахтаган, Алтымбек Исагалиев, телестудия, Карачаганак. Начиная с 1995 года в Казахстане 19 октября отмечается День спасателей. В рамках этого профессионального праздника, а также в рамках 25-летия независимости Республики Казахстан были организованы спортивные состязания среди работников спасательных и противопожарных служб района. Подробности в сюжете. В спортивном зале общеобразовательной школы номер 4 состоялись соревнования по волейболу, поднятию гири, перетягиванию каната, настольному теннису и осаготу среди работников спасательных и противопожарных служб района. Всего участвовало 4 команды. Это команда пожарная часть номер 8 города Аксай, пожарная часть номер 9 Бурлинского сельского округа и две команды акционерного общества Уэр Цендрюше. Я очень рад участвовать в этом спортивном мероприятии. Хотелось бы, чтобы спорт широко развивался в нашем районе. Поздравляю всех коллег с профессиональным праздником – Днем спасателей. До этого мы участвовали в областном турнире по футболу и заняли там первое место. Мы за здоровый образ жизни. Организатором спортивных состязаний выступил отдел из чрезвычайных ситуаций Бурлинского района. Как они считают, подобного рода мероприятия станут хорошим стимулом для приобщения к здоровому образу жизни и повышения интереса к данным видам спорта среди молодого поколения района. Сегодняшнее мероприятие проводится с целью пропаганды здоровья среди работников чрезвычайной ситуации и повысить интерес к здоровью и спорту, и празднование Дня спасателей и независимости Республики Казахстан. Сегодня участников около 50 человек. Это с месторождения Ауа Урцин-Друша, 1-й и 2-й ряд Ауа Урцин-Друша и государственное утверждение службы пожаротушения, 8-й и 9-й пожарной части. По итогам соревнований места распределились следующим образом. Первое место заняла команда пожарная часть номер 8, второе место команда пожарная часть номер 9 и третьего места удостоилась команда акционерного общества Урцин-Друша. Наргуль Тобышева, Андрей Просверов, Алтамбек Исагалиев, телестудия Корочеганак. Это были все самые запоминающиеся события недели. На этом у нас все. Приятных выходных!